Череда сходов граждан проходит в сельских поселениях района. 8 ноября очередной сход граждан состоялся в Ходзенском сельском поселении. На сходе традиционно участвовали глава района Заур Хамирзов, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, помощник прокурора района Рустем Турков, представитель общественных организаций учреждений района. Глава сельского поселения Рамазан Тласнаков выступил с докладом о проделанной работе в 2019 году. В своем выступлении старался охватить все стороны жизнедеятельности сельского поселения, включая демографию, инфраструктуру, социальную сферу, благоустройство. Администрация уделяет большое внимание вопросу комфорта жителей нашего поселения. В этом направлении в 2019 году проводились работы. Главное событие – это, конечно, обустройство аллеи возле мечети, что создало эстетический вид, красоту и безопасность для детей и жителей поселения. На реализацию проекта потрачено около 2 миллионов рублей. Это благодаря району администрации. Состоялся также капитальный ремонт памятника при везде по уходу. В основном проекте организации дорожного движения возле школы, двух садиков, в почте администрации на перекрестках своевременно осуществляется замена поврежденных дорожных знаков. По освещению улиц на сегодняшний день установлено светодиодных светильников на общую сумму 538 тысяч рублей. Также администрации разработан кадастровый паспорт на автодорогу местного значения подъезд к аулу Ходс по улице Мостовая. Постоянно проводится обхоз обочин, дорог и тротуаров, памятников, побелка деревьев, альфа с мусора. Необходимо соблюдать чистоту и порядок по всей территории поселения, не бросать мусор, пакеты, бутылки, не засорять в лесополосы. Большое внимание уделяется подрастающему поколению, их физической подготовке. В школьном спортзале работают три секции – бокс, вольная борьба, футбол. Есть специальное сооружение как для мини, так и для большого футбола. За отчетный период наши спортсмены, команда футболистов поселения и вольной борьбы показали очень хорошие результаты, участвуют в разных соревнованиях. Также в школе установлен тренажерный городок. Для наших футболистов закуплена футбольная спортивная форма на сумму 32 тысячи рублей. Разойдет строительство нового здания Дома культуры. Окончает заслуга главы республики Кумпилова Мурата Корольбевича. Не остались без внимания и планы на 2020 год. Далее был заслужен отчет участкового полномоченного полиции. С начала 2019 года на обслуженном льной участке оперативная остановка остается стабильной. Всего на территории Костинского сельского поселения совершено 12 преступлений. Из них остается нераскрытыми два. Мероприятие направленное на раскрытие данных преступлений и привлечение к ответственности виновных производится до настоящее время. Подавляющее количество преступлений является преступлением имущественного характера. С учетом складывающей оперативной остановки на постоянной основе выводятся профилактические мероприятия с ранее осужденным, с подучетным контингентом, которые на данном участке проживают ранее осудимых 7 человек. Из них условно осуждены 6, состоящих под административным надзором в МВД России Кашхабрьский 1, состоящих несовершеннолетних на учете в ПДН на данный момент нет. В целях выявления и раскрытия преступлений от службы административного участка проводятся следующие мероприятия. Операции рецидив, в ходе которой отрабатывались также ранее осужденные, в котором проводились протилактические беседы по недопущению совершения повторных преступлений с их стороны. Кроме того, были пройдены следующие профилактические операции, такие же «вы», «дача», «условник», «притон» и «арсенал». Так как сход граждан – это традиционная форма воли изъявления граждан, присутствующие могли задать руководству района и поселения волнующие их вопросы. На каждый из них они получили развернутые ответы от руководителей. На состоявшемся сходе граждан обсудили вопросы местного значения, резюмировав, что многое, в том числе и внешний вид населенного пункта, в первую очередь зависит от стараний и инициативности местных жителей. Глава района призвал население активно принимать участие в работе по благоустройству населенного пункта, поддержанию порядка, улучшению санитарного состояния. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова